Обращаем к слову Виктора Леонюка, депутата Киевского городского совета, президента Федерации Легкой Атлетики в городе Киеве. Федерация Легкой Атлетики в городе Киеве 4 года тому назад выступила с инициативой. Мы, в общем-то, эту инициативу пытались перевести в практическое русло крайне давно, но 4 года назад мы попробовали провести первый киевский марафон. Он получился удачным, хотя, в общем-то, настроение у нас провальное было до начала еще его проведения. Мы не верили, что такое большое количество народу соберется на сложную дистанцию 42-195. Она сложная для любого человека, требует больших физических, моральных, любых усилий. Но, тем не менее, получилось. В процессе всего этого долго мы искали титульного партнера, титульного спонсора. И структуры, приближенные к Виктору Михайловичу Пинчуку, и структуры, приближенные к разного рода предпринимателям, производителям нашей страны, хотели в этом принимать участие. Но в итоге оказался у нас на сегодняшний день на 4-м нашем киевском марафоне оказался Банк национальный кредит. В значительной степени это связано с тем, что его владелец Андрей Анистрат – активный спортсмен. Он сам бегает в марафон и участвует в Ironman. Ну и также мы крайне благодарны нашему спортсмену, известному студии, гимнедикю, неоднократному рекордсмену-чемпиону Украины, ведущему спортсмену побегу с боридерами, рекорд которого, кстати говоря, до сих пор в Украине еще пока не преодолели. Он нам об этом расскажет подробно. В общем, спортивно ориентированный банк пришел к тому, что надо заниматься марафоном. Почему нам очень важен марафон? Марафон важен, потому что это визитная карточка города. Если вы помните, то все приличные города в мире – Нью-Йорк, Париж, Праган и целый ряд других – проводят марафоны. Это является большим спортивным праздником. Сыграют 20 тысяч человек, 30 тысяч человек, отдельные марафоны, как Чикарские, 40 тысяч человек, где выступают спортсмены высокого класса. Для нас пока мы надеемся на количество участников – несколько тысяч человек. Для того, чтобы расширить участие, мы посоветуем с Виктором Петровичем Коржом, известным, кстати говоря, в прошлом спортсменом, велосипедистом, неоднократным чемпионом Украины, мастером спорта СССР. Мы посоветовались и решили разбить, сделать у нас дистанции разные. То есть у нас будет десятка, у нас будет пятерка, у нас будет эстафета, это очень зрелищно, и у нас будут забеги для детей. Для чего? Чтобы показать людям широкий спектр легкой атлетики. Федерация легкой атлетики внесла этот марафон в свой календарь, но внесли его также в календарь Федерации легкой атлетики Украины. Для чего? Для того, чтобы спортсмены, которые принимают им участие, могли выполнить в разрядные нормы, они могли их официально подтвердить, и те хорошие результаты, которые будут показаны, они смогут отобразиться в присвоении званий мастеров спорта, мастеров спорта международного класса, также перворазрядников, второразрядников и так далее. То есть это будет дополнительный стимул для спортсменов. Ну а всяких программах лояльности в виде призовых денег, об этом, я думаю, нам расскажет Сергей Демидюк. А мы надеемся на крайне высокий уровень проведения, потому что в этом году мы трассу сделали, как никогда, интересной. Она стартует от Михайловского Золотоверхового монастыря, по улице Владимирской добегаем до бульвара Живченко, выходим вниз на проспект Победы, добегаем до Щербакова, разворачиваемся, бежим назад, побегаем на улицу Саксаганского, разворачиваемся на НСК Олимпийский. Кстати говоря, это один из дневных случаев, когда НСК Олимпийский принимает серьезные тренирования. И после этого, после этого разворота, добегаем до Крещатика, и на Крещатике торжественно финишируем. Вот такая вот программа. Мы в прошлом году эту трассу обкатали на полумарафоне, если вы помните, вы тоже освещали многие из вас это видео, освещали это событие, там очень интересно проходил полумарафон, именно от Михайловского Золотоверхова. Значит, в этом году, благодаря усилиям Александра Павловича Попова, благодаря усилиям Виктора Петровича Коржа, никаких проблем с организацией, городские власти полностью на стороне спортсменов. И это свидетельствует о том, что...